Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы с вами перешли в стадию нового месяца, 1 апреля. Никому не верь, но уж поверьте мне, дорогие друзья, что все, о чем мы говорили, сбывается один к одному. Более того, спасибо вам огромное всем, кто подписался на меня, потому что уже тысяча подписчиков нас. Спасибо всем за ваше доверие, за вашу доброту и за то, что вы со мной. Надеюсь, мы с вами пробьем очередной новый уровень в 5000 подписчиков в ближайшее время. Спасибо! Ну, а сейчас фору обсудить с вами перед выходными очень серьезно и очень плотненько то, что происходит с биткоином и что будет с ним главное происходить. Итак, дорогие друзья, мы помним, что была очень сложная зона в районе 44-500 тысяч долларов за биткоин, который мы пробили. Также мы указывали, что в районе 47 тысяч долларов плюс-минус за биткоин будет встречено серьезное сопротивление. Также там находилась CPR-линия R1, лонговая. Соответственно, мы к ней и приблизились. Более того, если воспользоваться сеткой Fibonacci и нанести ее от начала тренда и до ее конца, то теоретическая зона, докуда могла дойти цена, это район 1,272 по Fibonacci или 47 тысяч долларов плюс-минус за биткоин. В данном случае 47 тысяч 800. Если вы посмотрите на район, где находится CPR-линия R1, 47 тысяч 800 долларов. Соответственно, совпадение не думает. Именно поэтому я доверяю всегда сетке Fibonacci и о ней мы еще сегодня скажем. Также мы говорили, что после пробоя 44 тысяч 500 долларов за биткоин, цена биткоина должна будет, должна будет, но не обязана протестировать пробитый уровень. Соответственно, что и произошло, дорогие друзья. Мы с вами протестировали 44 тысяч 500, то есть пробитый уровень и опустились импульсом движения чуть ниже и поднялись вверх. И что же это теперь за уровень? Если посмотреть максимально близко, то сегодня новый месяц, соответственно, обновились линии CPR. И вы увидите, что новый линии CPR находится как раз таки 44 тысячи 500 и ниже. То есть мощнейшие зоны, в данном случае поддержки. И именно отсюда и будет все решаться. Если цена биткоина сможет устояться здесь и пойти вверх, то ближайшая зона, где будет встречено сопротивление, это район как раз таки 50 тысяч долларов плюс-минус за биткоин. И про эту зону мы точно так же говорили. И я еще сегодня о ней скажу. Если мы не сможем устоять здесь и мы сможем пробиться через все эти CPR линии, протестировать и отправиться вниз, то ближайшая остановочка у нас будет в районе 39 тысяч долларов плюс-минус за биткоин. Но пока биткоин сделал то, о чем мы с вами говорили, то есть протестировал пробитый уровень и сейчас все зависит от новостного фона. Так как мы известно, что Евросоюзе приняли не очень благоприятный закончик, который обязует биржи информировать Евросоюз о переводе средств от 1000 евро и более, что наносит ущерб. И это влияет на общую тенденцию роста и падения биткоина и альткоина в частности. И теперь, когда мы это уяснили, давайте смотреть дальше. Так как мы с вами обновили месяц, соответственно, появилась у нас месячная апрельская свечка и в то же время мы обновили с вами МакДи. И что же происходит с МакДи? А ничего не происходит. Он такой же, как и был. Пересечение крест смерти мы получили 1 января и, соответственно, падение продолжается уже февраль, март и, соответственно, у нас открывается апрель. То есть вот этот шпагат, который исполняет МакДи, говорит о том, что движение вниз продолжается. Но, если мы обратим свой взор на недельный таймфрейм, то мы помним, что здесь произошло как раз-таки золотое пересечение. И, соответственно, локальный рост не обратим. И он, в принципе, идет. Также, если обратиться к сетке Фибоначчи, то мы с вами можем увидеть, что если цена дойдет до района 0,5-0,618, то, скорее всего, биткоин совершит отскок дохлой кошки. Так как, если цена доходит до 0,5-0,618, происходит отскок. Но, исходя из новостного фона и геополитической обстановки в мире, ничто не мешает биткоину из текущих отправиться вниз прямо сейчас. Но, если после ретеста, успешного ретеста района 44500 долларов за биткоин, цена все-таки пойдет вверх, исходя из золотого пересечения по МакДи, то есть локального роста. И все-таки цена идет до района 0,5-0,618, что, в свою очередь, пересекается с 50 тысячами долларов за биткоин. А мы помним, что 50 тысяч долларов за биткоин, это ничто иное, как R1 линия по новым обновленным CPR линиям. Обратите, пожалуйста, внимание. Таким образом, данные зоны друг друга подтверждают. Теперь же, давайте вспомним еще о том, где же я ожидаю все-таки дно для биткоина в данном цикле. А вот где. Исторически на месячном таймфрейме биткоин находил свое дно на 50-й скользящей экспоненциальной, дорогие друзья. На 50-й месячный таймфрейм биткоин находил свое дно. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Если это верно, то, соответственно, 50-й скользящей, вот она. И если процесс падения будет происходить в течение данного месяца и следующего, то вполне вероятно, что 50-й йома будет расти вверх и, соответственно, сгибаться вниз. И это район 27 тысяч долларов за биткоин плюс-минус. То есть, наши с вами цели, о которых мы говорили, и я постоянно заявляю, что мы пока не распечатали 30 тысяч, хотя бы 30 тысяч долларов, говорить о спокойном росте биткоина не приходится. Я об этом продолжаю говорить и буду. Поэтому, дорогие друзья, исходя из этого, высока вероятность того, что все-таки мы с вами можем сесть на 27 тысяч долларов за биткоин. А импульсным движением и вовсе пробиться до 25 или 22 тысяч 500 долларов за биткоин. Что на данный момент является немыслимым. Но мы говорим о реальности. А реальность это 30-27 тысяч долларов за биткоин для дна биткоина. На недельном таймфрейме биткоин находил свое дно на 200-й экспоненциальной скользящей, дорогие друзья. На 200-й экспоненциальной скользящей, дорогие друзья. На 200-й. Так вот же, если цена начнет пробиваться и идти вниз, как мы уже вычислили, что мы даем в районе месяца полтора плюс-минус. Соответственно, 200-я экспоненциальная тоже будет подниматься, после чего загибаться. И снова пересечение на 27 тысяч долларов за биткоин. Причем проход будет через тридцатку. И снова 30-27 тысяч долларов за биткоин фигурируют в нашем анализе. И вновь импульсное движение может дойти 25-22 тысячи долларов за биткоин плюс-минус. С возвратом, конечно же. И здесь уже полноценным накоплением и движением вверх. Теперь же обязательно смотрим на Вайкхофа. Обратите внимание. Здесь у нас была зона распределения. Мы упали. И мы сейчас находимся во второй зоне распределения. После этого мы падаем в зону накопления. Где в свою очередь и произойдет движение вверх to the moon. То есть тот реальнейший to the moon, который может произойти, исходя из той теории, которую мы знаем. Конечно же, опять же, должен, но не обязан. Но в целом, если мы говорим о старших тайпфреймах, то всегда так было, есть и будет. На ценовом графике это выглядит так. Вот она зона распределения. Вот она вторая зона распределения. И мы с вами ожидаем движение еще раз вниз, чтобы здесь уже была полноценная аккумуляция и ту зуму, о котором, еще раз повторюсь, все мечтают. Подтвердим. Я всегда ссылаюсь на схему номер один по Вайхофу. То есть, по моему мнению, исходя из того, как ведет себя цена, очень правдоподобная схема номер один. То есть, после пробития и нахождения с длиней поддержки, отскок раз, отскок два, после чего пробой, попытка восхода, неуспешный ретест, еще одна попытка, отход, переход в фазу D и падение к зоне аккумуляции. То есть, к третьей зоне. Что же мы можем увидеть на нашем ценовом графике? Пожалуйста, падаем вниз, находим зону поддержки здесь. Восход раз, восход два, третья попытка с пробоем, дорогие друзья, ретест. Если ретест окажется неуспешным, будет еще один ретест. И если он неуспешный, мы с вами кубрим, переходим в фазу D и идем вниз. Не правда ли, один в один совпадает с схемой Вайхофа? Но я был бы несправедив, если бы не рассмотрел и другую точку зрения. Друзья, сейчас хочу предложить вам две самые лучшие биржи. Это Bybit и Femix. Регистрируйтесь от меня по данным ссылкам и получите бонусы, а также возможность участвовать от меня в различных денежных акциях. А давайте-ка мы ее рассмотрим. А что если, дорогие друзья, данная зона и есть та зона накопления, о которой мы все с вами мечтаем? Тогда для вас открываю страницу и показываю, как выглядит зона накопления аккумуляции. Посмотрите, после пробоя ретест, после чего обратно возвраточка, соответственно, снова ретест. Сжимаемся как пружина и импульсное движение вверх. То есть, тогда, если посмотреть сюда, мы можем увидеть, вот он восход, чуть ниже линии поддержки, снова возвраточка. Куда возвраточка? Конечно же, в район 46 тысяч долларов за биткоин плюс-минус. Снова попыточка на пробой, поддержка, сюда вход. Соответственно, формируем симметричный треугольник, импульс рождается и выстрел из пружины. И тогда о чем это будет говорить? По сути дела, это вообще ничего не изменит. Потому что мы с вами ожидаем рост в районе 50 тысяч 54, где находится район 05-0618 по Фибе, где мы с вами будем ждать отскока дохлой кошки. И вот если здесь отскока дохлой кошки не произойдет, цена поднимется до 57 тысяч долларов, закрепится и пойдет вверх, вот тогда можно будет сказать, медвежий тренд сломлен. И скорее всего, мы с вами будем двигаться дальше вверх. И тогда схема реаккумуляции номер 2 будет принимать форму данного вида на недельном таймфрейме, дорогие друзья. Пожалуйста, как раз таки все так и происходит. И если мы дойдем до сюда, естественно, будет попытка пробоя и возможного движения вверх. Но это если отскока дохлой кошки не будет. А вот если отскока дохлой кошки будет, то тогда мы примем движение схемы номер 2. Расторговочка в районе линии меридианы, после чего неотъемлемое движение вниз. Это то, что может произойти вот здесь, дорогие друзья. Но тогда где у нас будет раскладушка, которая нас ловит? Еще раз, район 30 тысяч долларов за биткоин. А с импульсным движением и вовсе 27. А где же мы уже видели 27 тысяч? А вот где, дорогие друзья, на линии 200-й ема недельного таймфрейма и на линии 50-й месячного таймфрейма, дорогие друзья. Поэтому очень внимательно следим за всем движением. А перед последней частью Морлезонского балета прошу каждый из вас подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Это очень сильно поможет продвижению данного ролика и алгоритма Ютуба. Пожалуйста, друзья, обратите на это внимание. Вы видите на своих глазах канал Боллинжера. Здесь вы видите стахастический осциллятор относительной силы. А еще ниже вы видите здесь опережающий индикатор объема ТСВ, дорогие друзья. Итак, посмотрим, пожалуйста, с вами на то, о чем я уже писал в своем телеграм-канале. Еще 30 марта я скидал скриншот и писал, что мы находимся в перегретом осцилляторе относительной силы. А также я писал, что мы знаем, что в последнее время все стали себя чувствовать очень вольготно, расслабились. Все стали покупать биткоин на верхах, включая свою умную голову. Хотя я говорю, что своя голова намного лучше, чем две свиные. Поэтому возвращаемся сюда. И вот этот перегретый осциллятор сейчас двинулся вниз. Что хочу здесь сказать? Смотрите. Очень внимательно надо посмотреть. Если осциллятор окажется здесь на дне, но движение цены останется тут, это будет говорить о силе покупателей. Если, дорогие друзья, осциллятор окажется на нуле, но цена жахнет вот сюда, это будет говорить о мощнейшей сине продавцов. Посмотрите сюда. Жахнуло очень сильно, прям резко топором. А что произошло с ценой? Цена совсем чуть-чуть опустилась. И нашла поддержку на скользящей меридиане линии Боллинджера. А если посмотреть сюда, то по сути дела на 64% осциллятора он упал вниз. А что произошло с ценой? Она как сумасшедшая полетела вниз. И вот это очень важный наглядный пример, который вы можете сделать выводы из того, что случится, исходя из движения цены и движения осциллятора. То есть это все увидим. И это очень будет серьезный сигнал для того, какие действия нужно будет предпринимать. Теперь коснемся Боллинджера. Мы говорили, что выходя за рамки линии Боллинджера, всегда цена после этого возвращается в канал и, как правило, находит свою поддержку на меридиане данного канала. Как это было, например, даже здесь совсем-совсем недавно. И если мы не удержимся на меридиане Боллинджера и упадем вниз, то где же будет зона поддержки? А вот, дорогие друзья, нам увидите, очень хорошо просматривается промежуточная зона поддержки. Район, скольки, 39 тысяч долларов за биткоин плюс-минус. А где же мы могли видеть эту зону? А вот где? Район С1 по сонам CPR, которые обновились с этого месяца. Но это лишь возможно при условии, что линии CPR не удержат и цена падет вниз. Поэтому очень важно проводить параллели и все перепроверять. И теперь давайте коснемся опережающего объема TSV. Обратите внимание, мы сейчас находимся в положительных объемах выше нуля. Соответственно, люди вложились очень серьезно. Если мы посмотрим на ту аккумуляцию, которая была совсем недавно, после которой случился вот этот тузымунчик наш, вот, как раз таки здесь, обратите внимание, пожалуйста, да, здесь у нас была зона накопления, после которой мы все-таки с вами двинулись вверх. Что происходило с объемами? А посмотрите, какие они слабенькие. Но осциллятор, посмотрите, как жестко пошел вверх и насколько это сильно отражено на цене. То есть серьезнейшие объемы зашли. А если посмотреть сюда, то объемы, да, пошли заходить и даже больше, чем были на той аккумуляции. RSI-осциллятор пошел вверх. Но как это выглядит здесь? Абсолютно, абсолютно незрелищно. Согласитесь, дорогие друзья. Это, повторюсь, говорит о, первое, осторожности крупных игроков, китов, держателей у 1000 биткоинов и больше. Второй момент. Из-за геополитической обстановки в мире и новостного фона. И третий момент. Как раз таки это говорит об осторожности тех серьезных топ трейдеров, которые понимают, что происходит в данный текущий момент времени. Что ж, друзья, обязательно торгуйте и торгуйте в плюс. Не забывайте, что в описании под видео вы можете найти две шикарные биржи, где самая низкая комиссия из всех топ бирж. А биржа FEMIX вам и вовсе может дать 36 долларов бесплатно, без депозита. И эти 36 долларов вы можете попробовать, опробовать какую-то стратегию или, возможно, собственную технику торговли. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте свои комментарии. И хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких. Пока.